Прежде всего благодарю за такую возможность, потому что это действительно прекрасная история, которая со мной приключилась, и я с радостью готова поделиться, даже не на сколько волнуюсь, хотя не знаю почему. Я около месяца содержала и все записала, чтобы не сбиться, и узнала о программе, я где-то в средине июня была полностью поглощена своим выживанием, жила в другой стране, было у меня ощущение, что я на всех уровнях потерялась. Было чувство, что я в депрессии, в физическом состоянии было ощущение, что я хотела спать, все время хотела есть, на психологическом состоянии было ощущение, что все настолько тяжело и грустно, и вот так все было пустое, и ощущение было, что я попала в какое-то дно. Было чувство, что я в какой-то апатии, было без исходности. На ментальном уровне, что я вот не на своем месте, и вот никак не могла найти опору. Я входила на какие-то курсы, на всякие разные мероприятия, общалась с друзьями, общалась с коллегами, и было чувство, что я не ресурсна совершенно. Ну и вообще было так, все плохо, на духовном уровне было чувство, что дырка в душе, горь, тоска. И, собственно, я сама себе диагностировала депрессию, и думаю, ну ладно, пройдет, наверное, но не поздно. Это было как-то обесточенность, когда все пустое, все, что не делаешь, все ни к чему не приводит. Разочарование жизнью. А вот на мой взгляд, что разочарование жизнью – это и есть самый страшный диагноз, который может быть, потому что если ты разочаровываешься в жизни, жизнь разочаровывается в тебе. И все, что ты не делаешь, не приносит ни радости и никакого ксения полета, хотя я не привык в этом жить. Я знаю, какое бывает другое ощущение, ощущение счастья, радости. И догадываюсь, что, возможно, до какого-то дошла дна, и это выйдет, это пройдет. То есть это ощущение, которое нужно пережить. Ну и ждала какого-то мгновения, и это мгновение настало, мне написал Дениэль. И, в общем-то, видимо, он так сканировал меня, мы уже много лет знакомы, и не так много мы играли, но, тем не менее, мы были в одном пространстве. И предложил поговорить. Мы с ним пообщались буквально пару минут, и я поняла, что что-то интересное. Хотя до этого, ну вот, опять очередная какая-то история, опять какая-то игра, мне это все надоело. Вы дайте мне залезть в маленький мой домик, и не трогайте вообще меня. Но он мне так очень мягко объяснил, рассказал, в общем-то, цель и ценность Суперджапа, и сбросил мне книгу. Я ее стала слушать, причем я слушала ее утром в Библии в лесу, и вот я чувствую, что вот как-то вот все мне подходит. Это моя история, и мне нравится. Я говорю, Даниле, давай я напишусь в августе, потому что мне как раз будет вот, собственно, безусловно, если хочешь в августе, значит в августе. Каждой главой, прочитывая книгу, я понимала, что нет, не надо августа, что делать в июле. И в июле, в начале, как раз ровно месяц назад, 5 июля, мы начали курс. Со мной были прекрасные, прекрасные коллеги по своей джампу. Я увидела такую пространку, в которой можно быть искренней, в которой можно как раз раскрываться. И если говорить про Суперджап, это действительно Суперджап, потому что я выпрыгнула из этого состояния настолько мгновенно, буквально за один день. И пройдя пару жемчужин, мне было уже чувство, что все, все, все прошло, все замечательно. Я вообще чувствую себя крыльями, и жизнь раскрыла совершенно в других красках. Вопросы на те, вернее, ответы на вопросы, которые у меня стояли так ребром, они просто раз и волшебным образом решили. И, соответственно, я решила дальше двигаться и планирую дальше быть уже интеллект-тренером, потому что то, что делает Владимир Домбин, команда, все ребята, это фантастическая возможность людям реализоваться и вытаскивать из себя совершенно тяжелого ощущения, которым, например, я оказалась. И я думаю, очень много людей вокруг меня тоже и вообще вокруг находятся в состоянии невежества. Потому что вот то, что говорит Владимир, это и есть чувство невежества, которое у нас появлено сейчас, ну, к сожалению, очень ярко. И я готова помогать людям, готова дальше реализовывать наши жемчужины и увеличивать, увеличивать, увеличивать. И, безусловно, я очень благодарна Даниэлю за возможность попасть, за то, что он прочувствовал, услышал, нашел и очень замечательные слова подобрал. И вообще, что он присутствует в моем пространстве, что Вселенная дала мне такого близкого и доброго человека. И очень благодарна, безусловно, Владимиру Домбине и всей команде.